Накануне гостей встречали в Барановичском районе в лучших белорусских традициях, хлебом с сурью и с музыкантами. Программа визита российских гостей насыщенная. Она начала заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Пензенской области. Брещина отвечает за социально-экономические контакты с этим регионом России. Между Белоруссией и Пензенской областью давно сложились прочные и дружеские отношения по различным направлениям сотрудничества в сфере торговли. В прошлом не очень простом году в связи с ковидными ограничениями товароборот составил свыше 100 миллионов долларов. Из Белоруссии поставлялись сельхозмашины, изделия, дерево, обработки, станки, продукции мясо-молочной отрасли. К там поступала мебель, кондитерские изделия, различные машины и оборудование и много других позиций. Сейчас пришло время вывести взаимный товароборот на новый уровень. Это связано как со снятием ковидных ограничений, так и с обстановкой, которая складывается в связи с жесткими торгово-экономическими санкциями, которые сегодня проводят в отношении России и Белоруссии многие недружественные страны. После обсуждения многих аспектов взаимного сотрудничества, а гостей из России интересует все, что связано с производством сельхозмашин, продуктов, питания, техникой для нужд жилищно-коммунального хозяйства и многое другое, состоялось в подписании протокола. Плюс сегодня мы сформировали где-то порядка 800 наименований тех изделий, которые нам необходимы в рамках импортозамещения, и которые реально могут быть замещены здесь, как на предприятиях Брестской области, так в целом и в Республике Беларусь. Сегодня кооперационные связи должны во всех направлениях вырасти, потому что мы получаем открытую базу, что нужно сегодня нашим партнерам из России. Это для машиностроения непосредственно различных направлений науки, техники, импортозамещения. То же самое и для нас это важно, потому что мы сегодня опять-таки тот регион, который сегодня серьезно занимался экспортом. Мы выпускаем ряд направлений, которые специфические именно для Брестской области, поэтому наши взаимоотношения в дальнейшем мы рассчитываем на плодотворные долгие наши кооперационные связи. Также гости посетили пограничную заставу имени Героя Советского Союза Андрея Кижеватова. Герой-пограничник был уроженцем именно Пензенской области. Посетили гости и Брестскую крепость-герой. Представителям деловых кругов и вертикали власти региона провели экскурсию по знаковому для союзного государства мемориалу. Символ непоколебимой воли советского народа сегодня приобретает новое значение. И основными направлениями интеграции Российской Федерации и Республики Беларусь по-прежнему остаются не только экономики двух стран, но и межкультурный диалог. А также совместная работа, направленная на патриотическое воспитание подрастающего поколения двух стран. Культурная составляющая, она выходит на первое место. У нас существует культурный контакт, культурные обмены, учреждения культуры взаимодействуют между собой. Наши деятели культуры, артисты приезжают сюда и артисты Беларуси бывают у нас. Но я думаю, что эту работу необходимо продолжать и как можно больше расширять ее. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» ежегодно посещают представители из более 50 стран мира. Подавляющее число туристов граждане Российской Федерации. Гости из Пензенской области не только отдали дань уважения павшим героям Ксадели, но и чертили перспективы дальнейшего сотрудничества. Мы уже решили, что мы сделаем до 9 мая обменные выставки. У нас много выставочных проектов имеется в Брестской крепости. Буквально недавно мы отправили наш проект в Россию, в Карелию. Планируем на Курскую дугу. Также в рамках визита делегация Пензенской области посетила ряд брестских предприятий. Знакомство началось с производства Гефест техники. Генеральный директор Брест газоаппарата рассказал о присутствии продукции на российском рынке, в том числе и современной встраиваемой. На сегодняшний день мы занимаем по отдельно стоящим плитам примерно 35% российского рынка. Что касается встраиваемой техники, конечно, мы начали поздно этим заниматься, начиная с 2014 года, поэтому наша поля рынка делала в пределах 6%. С большим электролюксом мы понадобились. Кстати, за прошлый год в экспорте Брестской области в Пензенскую газовые плиты – одна из основных позиций на сумму более 1 миллиона 700 тысяч долларов. Стороны обсудили и дальнейшее сотрудничество. Особое внимание обратили на поиск общих путей в вопросах импортозамещения комплектующих. Сегодня построен корпус и освоено производство, которые мы полтора миллиона долларов ежегодно платили итальянцам, закупали в них все. Это ли все очень важно? Да, это нас. В рамках рабочего визита делегации Пензенской области на базе Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты состоялась контрактно-кооперационная биржа. Ввиду изменения международной экономической ситуации на повестке дня – актуальные вопросы. Двухсторонняя поставка комплектующих запчастей, сырья и материалов, оперативное налаживание утраченных кооперативных связей. Взаимовыгодный интерес отмечался по всем векторам переговоров. Как сегодня мы вели разговор на рабочей группе со стороны пензенского бизнеса. Тоже проявляется очень большой интерес. Сегодня было озвучено, что порядка по 800 позициям они ищут партнеров в Республике Беларусь. Поэтому я думаю, что здесь мы найдем точки соприкосновения. Система взаиморасчетов между субъектами бизнеса Беларуси и России также играет немаловажную роль в плодотворном экономическом развитии государств. Исходя из складывающей ситуации, и в том числе в возможности расчетов, в возможности обмена товарами, услугами, приезда в командировку, я не вижу на сегодняшний день по Белгазпромбанку никаких препятствий для того, чтобы не развивать отношения. Посещение российской делегацией ряда предприятий Брестской области раскрыло ряд новых направлений для сотрудничества двух регионов. По ним, конечно, здесь свои интересы. Мы смотрим, что выпускается. И мы не просто так, мы ведем переговоры. И я думаю, будем сотрудничать и работать с теми предприятиями, которые мы сегодня посещаем. Выбранный формат контракта к операционной бирже позволил участникам мероприятия в режиме реального времени проработать ряд вопросов, расширить число потенциальных партнеров, определить дальнейшее сотрудничество регионов, а также увеличить в ближайшем будущем объемы импорта и экспорта товаров. Взаимный интерес, он очень ярко выражен. Особенно в сегодняшних условиях. Презентации, краткие презентации, которые были сделаны нашими предприятиями, они вызвали живой интерес и отзыв непосредственно и участников бизнеса с Брестской стороны. Но не менее интересны и те предложения, которые были предложены руководителям предприятий и предпринимателям Брестской области. Во время рабочей встречи обе стороны подтвердили готовность к углублению производственно-кооперационных связей, определили приоритетные направления сотрудничества, среди которых создание благоприятных условий для увеличения взаимного товарооборота, а также для участия компаний, реализации инвестиционных проектов сторон, создание совместных предприятий по переработке сырья.